Друзья, всем привет! Сегодня приехал в полицию для того, чтобы организовать себе парковочное место. Каждый раз, чтобы не переплачивать за паркинги, за парк-плацы, в Швейцарии лучше заплатить один раз в год, по-моему, 300 франков. И вам выдают специальную бумагу, на которой написан сектор, где вы можете парковаться. Это только можно делать в полиции. Я вот сейчас хожу между машин, чтобы показать вам, как выглядит эта бумажка. Вот, например, смотрите, на каждой машине стоят вот такие сектора, например, Z плюс S. То есть, C это место, где он живет, человек, и S это, например, где он работает. То есть, и там, и там вы можете потом ставить машину, даже на платной парковке, но платить вы за это место не будете. Потому что каждый раз платить, например, по 2 франка за час, это очень накладно. Раньше у меня был приватный паркинг, за который мы платили 80 франков в месяц. Но это, получается, тоже невыгодно. Это почти что 800 франков в год. И, получается, каждый раз возле дома ты должен выбегать каждый час и менять специальное табло со временем. Или, если возле булочной, вот я ставил на паркинг. Но это, опять же, очень невыгодно. Если сейчас получится сделать 2 сектора всего за 300 франков, то это будет хорошая экономия. Друзья, но я не для этого вас сюда сегодня пригласил. Вот здание полиции находится на одном из этажей вот этого здания. Сейчас, к сожалению, туман, поэтому не очень хорошо его видно. Но то, что я хотел вам показать и задать вопрос, как вы думаете, что это и для чего это нужно. Сейчас я вот специально подальше отойду и вам сниму такую викторину. Можете обретить внимание, вот еще одна машина с таким сектором. То есть это такая распространенная вещь здесь. Смотрите, в этом здании бассейн, в этом здании фитнес. И здесь разные офисы, 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 офисы. И где-то там на высоком этаже здание полиции. Но, друзья, что вот это такое? Как вы думаете, для чего нужна эта дверь? И куда ведет эта лестница? То есть, смотрите, нет ни перил, ни ограждений, ничего. Просто лестница, которая ведет от одной двери к другой. Как вы думаете, что это такое? Пишите ваше мнение в комментариях. Каждый раз, когда я проезжаю мимо, я удивляюсь, для чего это нужно. Это какой-то секретный ход? Или это какая-то стратегическая дверь? Или, может быть, это просто задумка архитектора? Может быть, архитектор в свое время был пьян, когда рисовал? Когда рисовал архитектуру данного здания? Вот пишите ваше мнение в комментариях, как вы думаете. А у нас, видите, туман из Ставрополя пришел к нам. Такой же, точно такой же туман, как был у нас в Ставрополе. И вот так вот выглядит город. Я вообще заметил такую тенденцию, что когда ветер на Ставрополье, то примерно через две недели этот ветер сильнейший приходит к нам. Именно вот в наш город. Я не знаю, с чем это связано. Но вот температура, которая бывает в Ставрополе, через две недели ровно так же проявляется в Швейцарии. Именно в нашем городе. Вот, например, до того, как я поехал в Россию, мама говорила, что в Ставрополе была температура плюс 15 градусов. И действительно, когда я уехал, через две недели, мне жена сообщает, что у них тоже 15 градусов. Когда я приехал, и в Ставрополе был снег и жуткий ветер, потом я вернулся, и как раз на прошлой неделе был снег и жуткий ветер у нас тоже. И туман. Так что все очень сильно повторяется. Именно почему-то со Ставропольским краем у нас очень такое, очень сильное родство. Вот еще раз показываю архитектуру. Здание. Это практически самый центр города. И вот это вот здание, в котором находится полиция, в котором находятся разные фитнес-центры. Называется Экспланада. Здесь также еще есть концертный зал и проходят разные мероприятия, концерты. Здесь зал, по-моему, на 700 или на 800 мест. И еще раз показываю вам вот это вот архитектурное строение. Видите, отсюда тоже очень хорошо видно, что нету ни перил, ничего. То есть вот как эвакуироваться и куда, самое главное. Если это какое-то место для эвакуации, то вы эвакуируетесь откуда и куда. Вот вопрос у меня к вам по этому моменту. И, кстати, пользуясь случаем, сразу хочу сказать, сегодня вышел закон Швейцарии об отмене QR-кодов. Это как бы информация не по теме, но пользуясь случаем, я вам говорю, что в Швейцарии очень долго бились за принятие QR-кодов. И они были приняты. Вы не могли зайти ни в один ресторан, ни в один бассейн, ни в один фитнес-зал без QR-кода, который вам дается только если у вас высокие антитела, если вы привиты или если вы переболели. Но сейчас, с сегодняшнего дня, все это отменяется по причине того, что это все бесполезно. То есть с самого начала я на своем YouTube-канале говорил, что все эти меры бесполезны, потому что вы приходите в ресторан, садитесь за отдельный столик, например, со своим спутником, этот столик находится в двух метрах от другого столика, и вы не можете физически ни на кого дышать, или чихнуть, или еще что-то. Причем, что еще каждые столики по закону в Швейцарии ограничены плексиглазом, да, вот этим пластиком. То есть вы сидите как в таком маленьком пространстве, и вы просто физически никого не можете задеть. Из-за этого все рестораны стали терпеть убытки, перестали люди ходить. Иногда мы приходили в ресторан, и одни сидели за столиками. И, наконец-то, в Швейцарии пришли к тому, что это все бесполезно, и все это не нужно. Поэтому теперь будут QR-коды, значит, как это называется, теперь QR-коды отменились. Так что это очень хорошая, хорошая новость. Надеюсь, что в других странах, в других городах тоже скоро это бесие закончится. Так что, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, если было интересно данное видео. Всего вам хорошего, всех благ, и до новых встреч. Не забудьте ставить уведомления колокольчиком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok